Селина Катрин. Жена по вызову с другой планеты. Читает Леди Арфа. Глава первая. Фиктивный брак. Габриэлла. Категорически настаиваю на пробном сексе до брака. Заявила я, глядя на фантастически красивое лицо незнакомца. А сама подумала, хоть бы получилось, хоть бы он согласился. Мне позарез нужен был не просто брак, а виза на цварк. Если будущий муж подумает, что я хочу интимных отношений, то с легкостью оформит разрешение на влет на планету. И зачем тебе это? Четко очерченные губы изогнулись в презрительные усмешки. Ну да. Эльтонейки – алчные шлюхи. Всем известный факт. Надо на этом сыграть. Я же говорила, у нас на Эльтоне новый закон. В связи с последними поправками замужние женщины получают дополнительные дотации от государства. Повторяю вранье, мысленно вознося хвалу современной техники. Какое счастье, что по инфосети цварги не могут отличить правду от лжи. Только при личной встрече. Когда прилечу, он, конечно же, поймет, что я соврала. Но тогда это станет не так важно, ведь я уже буду на нужной планете. Объемная голограмма Вейлора поджала безупречные губы и помассировала аристократически длинными пальцами виски. Я все еще не понял. Зачем тебе секс, Габриэлла? Сухо обронил он, поправляя темные очки. Особенно с таким, как я. С каким таким? Слепым? Ха! Подумаешь, ерунда какая. Молодой, красивый. Скулы такие, что порезаться можно. Твердая линия челюсти. А пальцы... Да даже если бы я действительно искала супруга, то за одни только пальцы рассмотрела бы кандидатуру Вейлора Дебьёна. Я переживаю, что по возвращении власти моей планеты захотят проверить, настоящий ли у меня брак. Ты девственница, что ли? Темные брови мужчины взлетели на лоб. Я думал, у Эльтаниик нет этой особенности организма. Тьфу, Габи, врать надо лучше. Но, разумеется, нет. Я имела в виду, что у нас может быть разговор с психологом по прилете. Вопросы всякие. Но знаешь, чем достовернее брак, тем для меня лучше. А, то есть в целом тебя устроит прилететь на Цварг, провести здесь, скажем, месяц и улететь обратно. Без интима. Уточнил Цварг. Да что он так на сексе-то помешался? Неужели думает, что я настолько страшная? Подумала я и чуть не хлопнула себя по лбу за забывчивость. Я же сама указала в анкете, что уродина по стандартам своей расы, чтобы обосновать, почему ищу фиктивного мужа через агентство. Вот уж не думала, что для слепого внешность может играть такое значение. Да. Если у меня будет месяц пребывания на Цварге, то, думаю, этого будет достаточно. Выше крыши. Чтобы смотаться в канцелярию при аппарате управления планеты и оставить заявку, хватит и одного дня. Хорошо. Каменные плечи собеседника слегка расслабились. Итак, обговорим все еще раз. Мы подписываем договор о браке. Я оформляю для тебя визу. Ты прилетаешь на Цварг, проводишь здесь некоторое время, создаешь образ жены для моих родственников и улетаешь обратно к себе на Эльтон. Без интима. Все, что ты получаешь у себя по возвращении, мне неинтересно. Все верно? Женщина внутри меня возликовала. Вот она, психология Цваргов в полной красе. Стоит только начать вешаться на рогатого и открыто предлагать себя, как они дико пугаются, подбирают хвост и рога и уматывают на шестой космической, предпочитая своих замороженных королев Цваргинь. Когда мама мне впервые рассказала об этом феномене мужской психологии Цваргов, я смеялась в голос. Ха, оказывается, зря. Да и пожалуйста, как говорится. Итак, у меня будет действительная виза на Цварг на целый месяц и никаких постельных обязательств по отношению к фиктивному мужу. Я кивнула и спохватилась, что Вейлор-то меня не видит. Да-да, все верно, мне подходит. А тебе? На что только эльтоники не идут ради денег, фыркнул Дебьон. Да, подходит. Учти, я настаиваю на подписании брачного контракта. Все, что мое, останется при мне. И если тебе вдруг понадобится, чтобы я прилетел на Эльтон и предстал перед вашими психологами, этого не будет. Я на вашу маразматичную планету не сундусь. С меня лишь документы, это ясно? Предельно. Я растянула губы в улыбке, стараясь, чтобы в голосе не проскочила фальшь. Несмотря на попытки правительства Эльтона сделать текущий матриархат хоть сколько-то привлекательным для мужчин и повысить процент пребывания на родине последних, поправку не приняли. Не было никаких выплат ни замужним Эльтонийкам, ни женатым на Эльтонийках мужчинам. Отлично. Вейлор кивнул. Тогда сейчас передам секретарю всю информацию, тебе перешлют брачный контракт, оформят визу на цварк и билет на ближайший рейсовый лайнер. «Спасибо, не надо, я сама куплю...» Начала я и осеклась. «Хм, как-то это не очень вписывается в амплуа меркантильной женщины, которая заключает фиктивный брак ради государственных дотаций. Пришлось тут же исправиться. Я имела в виду, что уже купила». На мое счастье, Вейлор понял оговорку по-своему. На миг его губы сложились в тонкую кривую линию. «Ты была уверена, что слепой цварк с радостью ухватится за твое предложение?» «Что ж, ты угадала». Он горько хмыкнул. «Всего доброго, Габриэла. До встречи, Вейлор». Голограмма собеседника растаяла, а я размяла подрагивающие от волнения пальцы. На тот момент я думала, что самая сложная часть плана удалась. Кто же знал, что при личной встрече с фиктивным супругом мое сердце пропустит удар. Слепота ничуть не портила Вейлора Дебьона. Мужчину с такой внешностью вообще ничто не могло испортить. Вейлор Дебьон Я с облегчением разорвал связь. Терпеть не могу говорить по инфосети. Мало того, что не вижу собеседника, так еще и не могу почувствовать ни его эмоции, ни настроения. Странная она, девушка эта, Габриэла. Впрочем, какая другая нормальная женщина согласилась бы пойти замуж за незрячего? Мне слепота не мешала, я уже давно к ней привык. Но на цварге в условиях перекоса рождаемости цваргинь очень мало, а таких, как я и вовсе называют неприятным словом «отказник» по одноименному штампу на документах планетарной лаборатории. Женщинам моей расы предлагается выбрать супругов из верхушки общества, самых богатых, здоровых и внешне привлекательных. Когда-то я и сам входил в эту так называемую элиту, но несчастный случай перевернул жизнь вверх дном. Конечно же, все понимали, что слепота не врожденная, а приобретенная, а следовательно, по наследству детям не перейдет. Но по факту для женского пола я стал убогим калекой, с которым они могли бы пойти на свидание, разве что из жалости. Собственно, как раз из-за жалости, которая лезла изо всех щелей, и особенно от матушки, я и решил жениться. Мама наотрез отказывалась верить, что я могу нормально жить, постоянно причитая, как все несправедливо сложилось для ее единственного сына. Ни успешный бизнес, ни моя отдельная самостоятельная жизнь ее не убеждали в том, что я отлично приспособился к слепоте и прекрасно справляюсь с недостатком. В голову пришла гениальная, как на тот момент казалась, мысль, что если я женюсь, то родители наконец перестанут во мне видеть жертву обстоятельств и начнут воспринимать как полноценного члена общества. Я потянулся и на ощупь нажал кнопку на коммуникаторе, по которой информация с экрана зачитывалась вслух. «Габриэлла Ферранта, 25 полных лет, гражданка Эльтона, образование высшее, оконченное, работает маркетологом в частной фирме, хобби – рисование, есть существенные дефекты внешности». Электронный помощник озвучил скромную анкету моей будущей жены и уточнил. «Поля контакты на следующей странице. Озвучить?» «Нет», – пробормотал я, пытаясь сообразить, что же именно напрягло в разговоре с Габриэллой. Была какая-то неуловимая, крошечная деталь, которая маячила, словно звездная пыль, где-то на периферии сознания, и все никак не хотела формироваться не то что в астероид, но даже в жалкий заледенелый осколок. «Молодая женщина хочет выйти замуж из-за денег, о чем сказала тебе честно, кстати, даже не из-за твоих. Претендует на дотации от государства. Брачный контракт готова подписать. Ну что тебе еще надо, Вейлор?» – ворчливо спросил внутренний голос. «Да, в общем-то, ничего». Внезапно ответил сам себе и решительно отдал голосовую команду набрать секретаря. «Добрый вечер, господин Дебьон». Вышкаленный секретарь даже виду не подал, что я звоню во вне рабочее время. «Сэр?» – он вежливо напомнил о себе, пока я раздумывал о принятии окончательного решения. «Персиваль, будь добр, перешли на тот номер, что я тебе сейчас сброшу, договор. Подготовь прошение на выдачу ускоренной визы и посмотри расписание рейсов с Эльтона. Мне надо быть в космопорту, когда прибудет ближайший». «А секунду, сэр, последнее могу сделать онлайн». «Так, так, так, так». Послышал из щелканье клавиатуры, и секретарь сообщил. «Послезавтра. В семь вечера». «Отлично. Тогда к шести должен быть подан флайер. Возьми лимузин». «Так точно, сэр. Прошу прощения, а ускоренная виза для делового партнера, да? Я не уверен, что за сутки успеют сделать документы даже при наличии договора поставок. Мне кажется, финансово безопаснее было бы перенести билеты на рейс через неделю, когда все будет готово». Я вздохнул. «Рано или поздно все узнают, так что начнем с Перси. Ему я хотя бы плачу, и секретарю придется выразить мнение в максимально культурной форме». «Нет, Персиваль, виза не рабочая, а для жены, поэтому я рассчитываю, что ты все сделаешь в максимально сжатые сроки. Договор, соответственно, брачный, к нему идет стандартный контракт. Проследи, чтобы Габриэла поставила электронную подпись на всех страницах и выслала ответ. С моей стороны каждая заверена отпечатком ладони». Несколько секунд на той стороне связи царила мертвая тишина. «Господин», запинаясь, произнес секретарь, «простите, я ослышался? Брачный договор?» «Да». «А с кем?» «Да что ж такое-то, Перси, что у тебя за тупняк-то такой сегодня?» «С честнокровной цваргиней из аристократической ветви с наследством в виде пары шахт». Оказывается, я был слишком высокого мнения об умственных способностях секретаря, потому что он внезапно облегченно выдохнул. «Фух, не пугайте так, сэр. А я уж думал, вы хотите жениться на альтонике. Все же знают, что они те еще меркантильные тва... Персиваль!» Жестко оборвал разглагольствование. «Конечно, он работает на меня без малого десять лет, но это все равно не дает ему права так говорить. Не хватало, чтобы он еще такое брякнул при Габи. А Ась?» «Моя будущая жена. Эльтоника. Габриэлла Ферранта. От ныне Габриэлла де Бьон. Я рассчитываю как минимум на твое воспитание. Как максимум на профессионализм. А... Да, 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 сэр, конечно, сэр, простите. Все понял, все будет сделано в срок и идеально, как всегда. Конец связи!» Буркнул я раздраженно и нажал кнопку отбоя. Уже после того, как я переслал Перси все документы, вдруг пришло в голову, что надо было бы спросить, какие дефекты внешности у моей будущей жены. Мне-то, в принципе, все равно, но мама может закатить истерику. Хотя, будем честны, она все равно ее закатит. Глава вторая. Знакомство с мужем. Габриэлла. Сердце бешено билось в груди, отдаваясь громкими молоточками в уши. Я прилетела на цварк. Бескрайний космос. Я здесь. Ноги подкашивались от восторга и осознания, что вот сейчас я стою на земле, где, возможно, ходил он. Чьего имени я не знаю, чья внешность мне неизвестна, но это тот мужчина, кому я обязана жизнью. Ваши документы, госпожа. Пограничник со скучающим видом отдал мне визу на имя Габриэла де Бьон и крикнул. Следующий. В брачном договоре прописывалось, что я беру фамилию супруга. Мне, в принципе, без разницы было, с какой ходить. А снова связываться с Вейлором и рисковать, что он может передумать насчет брака, не хотелось. Я уверенно толкнула турникет и шагнула вперед. Итак, планы на короткую туристическую поездку небольшие, но очень-очень важные. Познакомиться с мужем, сыграть роль его жены для, кажется, родителей или друзей, точно не помню. Вейлор сказал, что надо будет появиться на парочке ужинов, и это всё, что от меня требуется. Дальше, при первой же возможности, я слетаю в Серебряный дом и всё-всё выясню про круизный лайнер ГХ-157, который 15 лет назад получил случайную разгерметизацию. У меня сохранились чеки, билеты и рассказ матери, как я, будучи маленькой девочкой, убежала играть в прятки, когда силовое поле лайнера засбоило и отключилось, а в воздуховод попали куски астероида. Неизвестный мужчина Цварк нашёл меня в отсеке с гигантскими тропическими бабочками и отдал свой кислородный шлем. Насколько помню, поломку нашли и починили быстро, обошлось. Фантастическое везение, если учитывать, что всё происходило в открытом космосе. Но если бы не тот Цварк, я бы умерла от недостатка воздуха. Развлекательные секторы, сад, бассейн и амфитеатр первыми отрезала от системы кондиционирования. Сейчас, когда мне исполнилось 25, и я заработала достаточно денег, я могу, наконец-то, отыскать того храброго мужчину и отблагодарить за спасение. Аппарат управления Цварком просто обязан помочь в поисках. В конце концов, теперь я жена их гражданина. В космопорту Цварга, как и в порту любой планеты Федерации, стоял шум и гам. Гуманоиды бегали туда-сюда, кто-то запаковывал чемоданы в шуршащие вакуумные пакеты, кто-то, наоборот, грозно требовал вернуть их багаж. Капризничали уставшие дети, прося у родителей то купить воды, то отвезти в туалет. Толкались грузчики, а за зелёной лентой ссорились таксисты. По большей части вокруг были Цварги, мужчины с сиреневой кожей, чёрными рогами и шипастым хвостом, и Цваргини, почти как предыдущие, только без рогов и хвостов. Периодически встречались и смески, и даже чистокровные представители других миров Федерации, так что на меня косились, но не очень сильно. Я остановилась рядом с зеркалом, поправила брючный костюм и принялась искать взглядом Вейлора. «Великий космос! Какое же имя у него красивое, звучное, сильное!» Несмотря на то, что мы вроде как виделись по онлайн-связи, я далеко не с первой секунды узнала Дебьона в высоком мужчине со стильной стрижкой и дорогом двубортном пальто, брюках с безупречными стрелками и классических лаковых ботинках с начищенными до блеска носами. Во-первых, он оказался выше, чем я ожидала, существенно выше. Сам по себе точно не ниже метра девяносто, а вместе с витыми рогами цвета обсидиана просто ух! Голограмма передавала его тело лишь по плечи. Я хорошо рассмотрела породистое лицо, несколько раз мелькнувшие длинные изящные пальцы и приблизительный разворот плеч, но реальность оказалась шокирующей. Во-первых, мне казалось, что фиктивный муж принадлежит к среднему классу. По крайней мере, в анкете в графе «Профессия» было указано «консультант», да и просторная джинсовка, в которой был Вейлор во время общения, поддерживала этот образ в моей голове. Я даже всерьез раздумывала, а не оставить ли ему немного кредитов после своей авантюры в благодарность за помощь. В конце концов, я всё-таки использую мужчину в своих целях. Ну и в-третьих, поразил букет нежно-персиковых, многолепестковых тюльпанов, элегантно перевязанных лишь атласной лентой в тон упругим бутоном. Какая же восхитительная красота! Мне никто никогда не дарил подобного! И это мой муж! Фантастика какая! Зачем я тогда про секс ляпнула? Не было бы у нас сейчас договорённости про интим! Ладно, не о том думаешь, Габи. У тебя вообще-то важное дело есть на цварге. Я глубоко вдохнула и выдохнула, решительно подошла к мужу и улыбнулась. «Привет! Меня зовут Габриэла. Я твоя жена по вызову Сельтона». Кажется, мужчина шутку не оценил, так как он лишь сухо кивнул и поправил абсолютно тёмные очки и без дужек, крепящиеся к переносице. «Здравствуй! Это тебе!» Сварг вручил букет, причём так ловко, будто прекрасно видел, где я стою. Я только теперь обратила внимание, что у него нет традиционной складной трости, которой пользуются слепые. «Ой, а как ты будешь идти?» «Без трости?» Он усмехнулся. Вживую его улыбка оказалась ещё более притягательной, чем у голограммы. «У этого парня вообще есть недостатки?» «Ты не поверишь, но я не такой беспомощный, как кажется. У нас, Сваргов, основные органы восприятия – резонаторы». Он слегка наклонил голову к плечу, демонстрируя очень красивые рога. «Ах, да, знаменитая способность Сваргов считывать эмоции из воздуха», – подумала про себя. «Да, я слепой, но не калека», – тем временем продолжил Дебьон. «Каждое живое существо испускает бета-колебания, так что, ориентируясь на них, я вполне способен сказать, кто передо мной, и даже натренировался определять расстояние. Я прекрасно чувствую твои эмоции, Габи, и, поверь, с восторгом ты переборщила. Это всего лишь букет цветов. Они на Сварге стоят не более полукредита. «Пойдем». И он предложил локоть. «Ах, вот и недостатки! С восторгом ты переборщила!» Хм, характер, по-видимому, не сахар. Потому жену искал в агентстве среди иномерянок. «Ладно, с Вейлором нельзя ссориться. Если власти Сварга случайно узнают, что наш брак фиктивный, то визу аннулируют, и меня депортируют за милую душу в тот же день. Оно мне надо?» «Правильно, не надо». Я поумерила восторг. Как-то сразу так получилось после его замечания. И уцепилась за предложенный локоть. В последнем движении Вейлора чувствовалась годами отточенная галантность. Про такую обычно говорят «впитал с молоком матери». Мы двинулись сквозь толпу, и мне оставалось только изумляться, насколько легко слепой Цварг ориентируется в пространстве. Если про гуманоидов он все пояснил, то как Вейлор смог обойти зеркальную колонну, идеально по центру попасть в раздвижные двери и остановиться перед шикарным флайером представительского класса, осталось для меня загадкой. «Я предполагала, что мы воспользуемся городским шаттлом или такси, а потому на несколько секунд застыло, когда мужчина открыл дверь флайера и произнес «Габи, что же ты стоишь? Садись, пожалуйста. Из-за нас образуется пробка». «Куда, сэр, мы летим?» Вежливо уточнил водитель. Стоило мне оказаться на заднем сиденье, обтянутом кожей цвета топленого молока. «Госпожу де Бьон в отель?» «Персиваль, не ерунди, разумеется, ко мне домой!» – приказал муж. «И звукоизоляционную перегородку между нами подними, пожалуйста». «Разумеется, сэр». Вейлор де Бьон Я сам не мог понять, откуда вдруг на меня напало такое раздражение. От Габриэлы пахло незамутненным восторгом, и это, честно говоря, ставило в тупик, хотя бы потому, что я не ожидал настолько бурных эмоций. А главное, чему она радовалась? Тому, что прилетела на цварг? Вряд ли. На их планете Матриархат. Эльтоники не скрывают презрения к нашей планете, искренне считая, что при текущем государственном строе цварги не пребывают чуть ли не в рабстве. Скорым выплатам от Эльтона тоже нет. Габриэля оформят датации лишь тогда, когда она вернется на родину. Букет у цветов? Абсурд. Девушки, которые четко нацелены на деньги и открыто об этом говорят, не могут так искренне радоваться каким-то цветочкам. Ну не мне же она радовалась в самом-то деле. Никто не радуется слепому мужу. Значит, все же цветочкам. И вкусно радовалась. Так вкусно, что захотелось подойти и прикоснуться. Зарыться носом и резонаторами в эти сладкопьянящие бета-волны счастья. Вспомнилась типично вульгарно-эльтонийская фраза Габи. Категорически настаиваю на пробном сексе до брака. Будто я жеребец или флайер, который требует проката перед покупкой. Разумеется, я моментально среагировал негативно и обозначил «Интима не будет». Сколько у нее таких флайеров было? Десять? Пятьдесят? А может, сотня? Пусть я и слепой, но в благотворительности не нуждаюсь. И вот стоило оказаться всего на несколько секунд наедине в салоне автомобиля с альтонийкой, как к мысли уже о ее бета-колебаниях и сексе. Кажется, Давид прав, и я действительно слегка одичал, сутками напролет пропадая на работе. И все же вопрос «Ой, а как ты будешь идти?» ударил по больному месту. Одна вселенная знает, чего мне стоит ежедневно доказывать окружающему миру, что я не калека. Трость для слепых на встречу с Габриэлой я не взял из принципа. Гуманоидов я привык обходить, прислушиваясь к ментальному фону, а вот с предметами всегда было сложнее. Дома и в офисе я, разумеется, давно все выучил на зубок. А в неизвестных общественных местах обычно Персиваль шел в нескольких шагах впереди и посылал едва уловимые короткие волны, о которых мы давно договорились. Таким образом, у меня получалось производить впечатление нормального цварга, но стоило это колоссальной энергии. Раздался звук поднимаемой перегородки между салоном и водителем. Что ж, самое время поговорить с Габриэлой на чистоту. Для начала надо выяснить, что там у нее с внешностью не так, раз при первом общении я забыл уточнить этот момент. Габриэлла, то есть Габи, ты указывала в анкете, что у тебя есть дефекты. Расскажешь? Расслабляющая сладкая радость мгновенно сменилась легким замешательством. За сменой настроения последовал шорох. Девушка явно сменила позу. То ли уселась глубже на диване, то ли наоборот пересела на самый край. А точно надо говорить, ты же ведь слепой, то есть я имею в виду, неужели тебе это важно знать? Я посмотрел на девушку, как надеялся с укором. Но я же ведь твой официальный супруг, это не должно быть для меня сюрпризом, верно? На самом деле я подумал о маме, которая по жизни отличается повышенной проницательностью и любит обращать внимание на детали. Если с Габриэлой действительно что-то не то, то я обязан это знать для поддержания достоверной легенды. Эмоции замешательства жены сменились легким волнением. Я списал все на то, что женщины в принципе очень трепетно относятся к своей внешности. Но у меня не совсем тот оттенок кожи, не пудровое сияние, а ближе к золотисто-телесному, — забармотала девушка, заерзав на сиденье. Это не так заметно при дневном свете, но при искусственном. Я бы закатил глаза, если бы это не приносило боли и вообще имело бы смысл. Это Ники. Да, конечно. Самая красивая раса женщин во всей Федерации, где внешность возведена в абсолютную величину и является чуть ли не валютой, а на высокие государственные должности отбор идёт примерно такой же, как кастинг в топ-модели, но не до такой же степени, чтобы мерцание кожи при определённом освещении считалось существенным дефектом. Ясно. Ещё что-то? А рост? Я на два сантиметра ниже стандарта. Ещё? Ещё, если это все отклонения от нормы, то теперь мне действительно интересно, зачем девушке выходить замуж за слепого цварга и подавать заявку в агентство на поиск фиктивного мужа? Красивая, чистокровная эльтонийка может при желании охмурить любого мужчину. По ментальному отклику до меня дошло возросшее волнение на границе с беспокойством. Ну, я вообще страшненькая и хвост чуть короче. А, хвост у эльтонийка это действительно серьёзно. Предмет гордости, почти как у цваргов. Единственное отличие, что у жены хвост заканчивается мягкой кисточкой, а у меня смертоносным шипом. Я хотел задать ещё уточняющий вопрос, но в этот момент зазвонил коммуникатор и пришлось ответить. «Вейлор, дружище, это правда?» Бас друга детства раздался на весь салон. Громкая связь включилась автоматически, и теперь, чтобы перестроить коммуникатор на тихий режим, надо было разорвать соединение, вызвать электронного помощника и поменять настройки. Габи мгновенно притихла. «Что, правда?» Уточнил я, делая вид, что не понял. Очевидно, Перси Валь уже всё разболтал. Шш, Варх, я сам виноват, конечно. Надо было сказать секретарю, чтобы никому не говорил. С другой стороны, зная Давида, не удивлюсь, если тот вытряс из него информацию сам. «Ты женился!» Сиреной взвыл приятель, вырывая из размышлений. «Это правда? Перси меня не развёл?» «Правда, Давид, слушай, сейчас совсем не время. Да-да, буквально пару секунд, Вейлор. Я просто обязан знать, кто она. Учти, если ты повесишь трубку, то я приеду к тебе домой и буду караулить до тех пор, пока ты не познакомишь меня со своей женой. Давид, веди себя прилично. Моя мама организует званый ужин через две недели. Да я умру от любопытства, собственный хвост сгрызу до нервов. И в моей смерти виноват будешь ты. Так, быстро говори, кто она?» Я вздохнул. «Этот от любопытства точно не умрёт, зато остальных запросто может довести до изжоги». «Эльтонийка». «Так, ну я понял, что не цваргиня. А на вторую половину кто?» «Никто, просто Эльтонийка». «Уродина, что ли?» «Бракованная?» «Протянул друг озадаченно. Нет», — быстро ответил я. Последовала выразительная немая пауза, после которой Давид буквально взорвался. «Вейлор, да ты с какой метеоритной станцией рухнул? Долго летел? Резонаторы совсем бубой отказали? Все чистокровные эльтонийки, блудницы, алчные мошенницы и обманщицы! Да эти бестии найдут, как тебя обокрасть даже с брачным контрактом!» Давид что-то пыхтел и ругался дальше, но по ментальному фону от Габи пришло такое волнение, что я тут же обрубил связь. «Прости». «Да, ничего», — немного странным, будто охрипшим голосом ответила Габриэла. «Это твой друг, получается, да?» «Да, Давид, и мне за него ужасно стыдно. Обычно он ведет себя существенно приличнее», — пробормотал я, скрипнув зубами. «Ничего». На удивление Габи отреагировала спокойно. «Будь на ее месте женщина моей расы, то уже давно бы закатила истерику. Сварги не привыкли, что с ними обращаются, как с королевами. Впрочем, чистокровные эльтонийки тоже. Видимо, мне действительно повезло с женой». «Похоже, он за тебя искренне беспокоится». «Любопытство у него с ожирением. Сквозь проем двери пролезать скоро не будет, а не беспокойство». Проворчал я в глубине души, все еще пораженный, что девушка так легко восприняла оскорбление в свой адрес и не требует в ультимативной форме разорвать любые отношения с Давидом. Вновь вскрепнуло сиденье напротив. «А почему ты не сказал, ну, что я с браком?» И снова напряжение и тревога проступили в ментальном фоне, но даже эти бета-колебания отчетливо отдают сладкой ватой и ванилью. «Забавно, жена так сильно переживает о внешности, хотя очевидно же, что мне на это совершенно плевать, я даже не вижу ее. потому что ты моя жена, а значит, идеально, и точка». И снова в салоне запахло радостью. Откуда такая смена настроения? «Чему она рада?» «Бат…» 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 Продолжение следует...